Я технический специалист Microsoft по технологиям Active Directory и SQL Server. Сейчас еще развивается экзамен по Azure DevOps, и у меня есть желание тоже стать техническим специалистом по этому направлению. И у меня доклад сегодня тоже будет очень тесно связан именно с Azure DevOps. Почему именно Azure? Потому что я именно Microsoft специалист, и я работаю с командами, которые пишут на Дотнете. То есть как раз это будет, думаю, отлично дополнение, потому что Саша у нас именно по Амазону, по Линуксу, а я именно по Microsoft технологиям. Так, с чего начать? Вот самый главный вопрос, когда все спрашивают, я сам себе задавал вопрос, с чего мне начать изучать DevOps. Можно зайти куда-нибудь на LinkedIn Learning, куда-нибудь там на Pluralsight и попробовать прослушать курс по DevOps, и после этого просто думать, ага, ага, что же я там услышал. Куча каких-то теорий, терминов непонятных, как, опять же, DevOps, SDLC, Scrum, Git, CI, CD, IAC, Cloud Provider и все остальное. И начинается наш не очень простой путь, типа путь изучения DevOps, изучение языков программирования, потом понимание различных концепций операционных систем. Тут, опять же, рассказывается про сокеты, про потоки, виртуализацию, файловые системы, управление серверами. Ну, тут обычно про Linux мы обсуждаем, что вот нужно учить хотя бы один Ubuntu, изучить терминалы, написать пару башскриптов, да, и дальше изучать сети, изучать оси, модели оси, изучить DNSы, потом веб-сервера, настроить эти веб-сервера, настроить всякие кэшированные сервера, лот-балансеры, файрволы, потом, опять же, инфраструктура как код, заняться контейнерами, управлением конфигурациями, регистрацией, контроль интерструктуры, не забывая про CI, CD-инструменты, такие как Gencast, TeamCity, ну, а как же про мониторинг не забыть. Но потом, самое главное, продолжать обучение. Человек любой, который увидит эту картинку, он скажет в самом конце, продолжайте обучение, только без меня, пожалуйста, потому что я уже все запутался. И это правда, потому что чаще всего в мир DevOps приходит не разработчик, а системный администратор, потому что я начинал тоже, я системный администратор, и я начинал со стороны CISOPS пытаться вникнуть вообще в что это такое, зачем это нужно и почему мне постоянно атакуют HR-менеджеры и просят, Дмитрий, может быть, вы хотели бы прийти у нас как джуниором поработать, DevOps-инженером? Ну, да, это, конечно, очень интересно, но голова падет кругом от всего этого. Ну, самое вообще главное, почему вообще придумали этот DevOps, можно так сказать, это, как здесь написано, преодоление пропаси между разработчиками и стенными администраторами. Потому что обычно стоит такая стена непонимания. Вот, например, упало приложение, я вижу, типа, лог ошибки, я звоню кому-нибудь там, или разработчику, или QA-инженеру и говорю, «Эй, я только что получил звонок о сборе приложения». Ну, мне отвечают, «О, а что там случилось?» Но я что, не знаю, что случилось? Я говорю, «Откуда мне знать, вы написали код?» И вот этот момент, что люди не понимают с двух сторон, с двух баррикад, они просто перебрасывают до друга ядра, можно сказать, типа, «Это твоя вина, нет, это твоя вина». И помощь в этом всем преодолении появилась DevOps, и была такая, в каком-то там, в 15-м году, где-то кто-то сказал, что, не, не в 15-м, наверное, даже в 12-м году, кто-то сказал, что вот мы придумали такую систему, мы наш операционный отдел посадили рядом с разработчиками, заставили их вместе сталкиваться с этими ошибками во время разработки. И назвали это все DevOps. И это так закрепилось, и все это пошло в народ, и никто не меняет, так и называют DevOps, DevOps. И со временем просто уже появилась даже целая профессия DevOps-инженер. Хотя, по сути, это все тот же самый инженер, просто уже с большим уклоном не с операционной деятельностью, а в помощь разработчикам. Все-таки начнем с такой маленькой теории, почему вообще появился DevOps. Еще в 90-е годы, допустим, придумали такой вот круг по разработке программного спещения. То есть вот так вот и был он круг. Мы собираем, анализируем требования, дизайн, делаем имплементацию нашего кода, тестируем дальнейшие эволюции нашего программного кода. И один из самых популярных waterfall, и до сих пор можно везде встретить, это когда мы насобирали, мы сделали, например, анализ требований нашего программного спещения, и дальше вывалили как каскадом, например, дальнейший, получается, уже шаг идет. Это уже проектирование, опять уже насобирали огромное количество требований, и сказали, все, мы занимаемся разработкой, получается, и дальше идем тестирование. Ну, самое последнее – это техническая поддержка. Потом со временем в waterfall тоже были свои проблемы, потому что очень долгий период получался за счет того, что пока все это насобирается, все эти требования, пока пройдет разработка, пока пройдет тестирование. Если заметить, то раньше, в 90-х годах, даже Windows выходил раз в три года, а сейчас Microsoft Windows 10 делает релиз каждые полгода, меняется версия сборка, вот совсем недавно, на днях мне прилетел 19.03 версия сборки, а 18.09 до этого была полгода назад, то есть очень быстро меняется, даже вот Microsoft, которые такие гиганты индустрии, даже они уже понимают, что никто не готов ждать три года Windows 11, а потом еще три года Windows 12. Поэтому появился Agile, он очень хорошо, он до сих пор везде используется, то есть мы начинаем, планируем, мы начинаем разработку, тестируем, демонстрируем демонстрацию нашего кода и потом внедрение. Но над Agile появился дальше Scrum. Вот Scrum сейчас очень популярен, и я сейчас работаю в команде, которая именно работает по Scrum в системе. То есть у нас есть список требований, и у нас есть 4 спринта за месяц, получается 4 рабочих недели, и вот у нас проходит такой вот цикл разработки. Каждые 24 часа, то есть каждый день мы созваниваемся, у нас есть ежедневный Scrum Meeting, он называется, мы созваниваемся, обсуждаем все проблемы и говорим, ага, так, мы здесь застряли, тогда мы вот этот таск, мы переносим в следующий спринт и будем делать другое что-нибудь, потому что мы там кого-то ждем с другой стороны. Получается, что после этих всех 4 недель мы получаем какой-то работоспособный продукт. И это все-таки, опять же, относится все к разработке, и системным администраторам здесь как бы не было какой-то там роли, да, кажется, что вот он здесь не нужен. Ну, как бы да, но кто-то должен помочь настроить вот это так званые, так частые релизы, потому что когда мы делаем спринт, то есть в конце спринта каждый разработчик должен в своей хотя бы ветке показать работоспособный код, а в конце всего спринта должен влить его в основную ветку, там, девелоп или мастер, и показать, что код работоспособный. Ну, опять же, это про роли. Я, наверное, не буду сильно долго об этом говорить. Опять же, есть понятие как бэклог продукта. Мы планируем спринт, мы записываем бэклог спринта, что мы, какие фичи мы разрабатываем. У нас команда небольшая, там, например, 7-9 человек написано здесь. Это если такая даже хорошая шутка, то писать им. Это когда команда состоит из такого количества людей, чтобы их всех накормить хватило бы двух пицц. Потому что в такой команде очень хорошо будет идти коммуникация между собой, и такая команда очень хорошо будет именно производить код, а не дефекты, понимаете, в чем дело, а не баги, плодить. Ну и после четырех недель как бы спринта, вот тут, кстати, как раз стори-поинты дней, и этот бурнс, получается, сжигание этих стори-поинтов. Честно, мы планируем, что у нас разработка займет, например, там, 7 дней. То есть, получается, мы там ставим стори-поинты и смотрим, как, по сути, график у нас может быть неровный, когда у нас уменьшается количество времени на разработку каких-то фич. Потому что иногда бывает этот график не очень красивый. Но это все-таки больше про скрам, а я все-таки рассказывать буду больше про DevOps. И вот здесь вот готовый продукт, вот здесь вот уже вступает в роль именно DevOps. Потому что результатами скрама выступают как бы три вещи. Это бэклог, это тестовый тест-плант, ну, получается, это для тестировщиков, для каких-то, я не знаю, что это такое, и артефакты. Вот артефакты – это программный код. Вот здесь вот как раз в этот момент вступает в силу именно инженер, который будет помогать команде разработчиков непосредственно заниматься где-то, ну, помощью сборки и в тестировании. Чем, по сути, в принципе, я всегда и занимаюсь. Есть такой, можно сказать, стандартизированный набор практик, называется continuous integration, непрерывная интеграция, continuous deployment, непрерывное развертывание, инфраструктура как код, он так, infrastructure the code. Вот continuous integration, непрерывная интеграция, вот у нас есть код, который мы пишем, и мы хотим сделать сборку, мы хотим запустить build, build запустить, и проверить, что наш код работоспособный. И вот этот момент, он называется continuous integration. А continuous deployment – это когда мы уже наш код оттестировали и сделали релиз. Это continuous deployment. И когда именно умеем управлять этим своими релизами, когда наш релиз проходит все пункты, например, у нас есть еще автоматизаторы тестов, которые проверили наш код и сказали, что нету дефекта, все хорошо, можем лить автоматом уже на production, это уже называется continuous deployment, потому что deployment проходит непрерывно. То есть, если проходит все стадии успешно, то это подтверждается как успешное развертывание. Инфраструктура как код – это управление инфраструктурой как кодом. Мы имеем какой-нибудь JSON файл, какой-то файл конфигурации, в котором мы описываем, что нам нужно, например, два сервера. Один для веб-части, один для simple-части. Мы описываем требования к этим серверам. И откуда брать наши репозитории. И вот здесь тоже я это покажу, как раз на примере. Configuration management – это управление конфигурацией. Это когда у вас есть какой-нибудь такой продукт, который поможет вам управлять конфигурацией ваших серверов. Например, вы можете создать очень много серверов и поддерживать их в актуальной версионности. Например, что везде стоит, например, один и тот же .NET RAM-тайм. Автоматизированное тестирование. Ну, опять же, это означает, что мы помогаем тестировщикам настроить среду для выполнения автоматизированного тестирования. То есть, если говорить с моей стороны, я могу помочь им настроить для них специальный шаг, которым они бы после того, как происходит выкатывание кода, они нажимают, дальше идет, получается, просто сбор логов, и они видят, что тесты прошли успешно или нет. Непрерывная поставка – это уже отличается от deployment тем, что delivery – это означает всего лишь поставка кода, но с мануальным, получается, с ручным подтверждением, что мы его будем деплоить дальше. То есть, мы выкатили куда-нибудь там на dev-среду, и мы хотим, например, выкатить дальше куда-нибудь, там на production. Но мы это делаем вручную, поэтому это будет называться continuous delivery. Конечно же, почти каждый архитектор хочет, чтобы все было вот так вот автоматизировано, когда проходят все стадии, чтобы сразу же в production. Ну, инструменты. Очень-очень-очень много инструментов, и некоторые инструменты сейчас переименовываются, некоторые инструменты закрываются, открываются новые. Но я так выставил основные, то есть сейчас в основном на слуху, конечно же, это Docker, Kubernetes, Jenkins, Ansible. Но опять же, нельзя забывать, что инструментами выступает также контроль-версии, то есть ваш GitHub, там, не знаю, что еще там, оппозиторию вспомнить. А, Bamboo, точно. Есть, а это у нас будет, у Atlasina будет Bitbucket. И опять же, куда мы разворачиваем? Если мы разворачиваем локально, например, там будет Windows сервер или Linux сервер, а если это облако, то это Azure, AWS или Google Cloud или какой-нибудь контейнер. Этот контейнер тоже может где-то в каком-то из этих облаков находиться. Давайте чуть-чуть подробнее остановимся насчет continuous integration. То есть вы как разработчик пишете свой код, и вы хотите его проверить на работоспособность, вы делаете commit, на русский называется фиксация, и тем самым вы вызываете сборку, если у вас уже, конечно же, это имеется в виду, если у вас уже готовы есть DevOps, какая-то практика уже есть на вашем проекте. Например, какой-то DevOps инженер настроил для вас это все. То есть в идеальном мире это так выглядит. Вы сделали фиксацию в коде, запустили тем самым сборку и, вот самое главное, модульное тестирование. Очень многие опускают этот вариант, чтобы написать юнит-тесты, тем самым проверять работоспособность вашего кода. И, допустим, когда вы написали какой-нибудь, вы сделали новый commit, пошла сборка, и сборка завершилась неудачно, допустим, случилась какая-то там ошибка, даже опять же в том же юнит-тесте. Вы получаете об этом оповещение в любой из ваших, в вашем сайт-туле, и дальше получаете отзыв, что вот здесь у вас случилась ошибка. И очень часто эти ошибки, этот лого с ошибками, он очень репрезентативен, и вы можете понять, ага, вот тут я допустил ошибку. Очень часто еще вот здесь, в этот момент, еще вставляют какой-нибудь код-аналайз, какой-нибудь санар-куб, который вам подскажет, где у вас может быть там ошибка, где вы, может, допустили какую-то ошибку при написании. Вы исправляете ваш код, опять делаете commit, запускаете сборку, и сборка проходит успешно. На этом, получается, continuous integration заканчивается. Дальше еще остаются три как бы пункта. Вот этот момент называется continuous integration, поэтому очень часто многие компании останавливаются на этом, потому что дальше какое-нибудь развертывание идет уже куда-нибудь там на продакшн, он там закрыт 30 фарболами, и мы потом исходный код, точнее артефакты отдаем команде, которая будет заниматься именно разворачиванием этого кода. То есть из-за того, что я, опять же, работаю с Microsoft State, то это вот так вот все выглядит в Azure DevOps. То есть у меня есть Visual Studio, я делаю какое-то изменение в коде, я делаю фиксацию кода, а дальше уже конвейеры в Azure DevOps видят, ага, я сделал изменение в коде, я запускаю сборку, я запускаю тесты, вот момент непрерывная интеграция, и дальше уже управление выпусками, потому что дальше в Azure DevOps разделяют CI и CD, то есть после сборки я могу настроить и кастомизировать свои релизы. То есть я могу сделать, чтобы релизилось по стадиям, например, на Dev, Stage и на Production. И все это выполняется непосредственно на агенте. Агент это может быть ваш какой-нибудь удаленный сервер у Microsoft или это какой-то ваш локальный сервер, на котором вы боитесь, чтобы ваш код никуда не уходил. Потому что Azure DevOps существует не только в виде клауда, он еще существует в виде сервера стендалон. Теперь у меня демонстрация. Буду все показывать на Azure Pipeline, потому что я последние полгода с этим тесно работал, и меня именно здесь больше всего нравится, как сейчас работает у Microsoft. Допустим, у нас есть backlog item, у нас есть требование поменять на одной странице поменять текст. Мы заходим в наш исходный код, находим, что вот нам у нас текст нужно поменять, мы хотим сделать изменения. Вам видно, в принципе, что я всего лишь ищу сейчас код. Исходный код хранится в Azure Repos, а сами эти backlog item, то есть таски, они тоже здесь же находятся, вот они work items находятся. Я взял, нашел, то есть что мне нужно поменять. Сейчас я поменяю код. Если присмотреться, то это обычный в принципе git, потому что Microsoft уже перестала использовать свой приоритетный продукт, они решили воспользоваться git-ом. И больше недавно, год назад они купили github. То есть опять же, то есть мы у нас здесь как бы какой-нибудь код, который я могу поменять, не обязательно в Visual Studio, я могу поменять его даже на лету в онлайне. и когда я сделаю commit, запускается как раз статус, запускается сборка. Я указал, что я делаю работу по одному варкатину, то есть у меня был тикет, который мне попросили изменить. Я сделал изменение, все, код запустился в сборку. Вот идет сборка. Как видно, тут этот это пайплайн настроенный уже, тут очень много-много уже готовых шагов, он уже предварительно настроен. У нас не хватит времени, чтобы показать, рассказать, как настроить все эти шаги, поэтому я расскажу, что основном занимается тут .NET, то есть он выкачивает исходный код, он восстанавливает сейчас в данный момент эти наггет-пакеты, там последующие там будет видно, что NPM пакеты будет восстанавливать, Bauer Galp запустит, там уже запустит build, то есть вот сейчас видите восстановление всех наггет-пакетов происходит, NPM пакетов, то есть эти шаги я сам настраивал, но Azure Devos предполагают проверку вашего кода и примерно угадать, какой у вас уже готовый pipeline, шаблон вы можете применить. Он посмотрит на ваш код и у вас код написан допустим на Яве и предложит вам pipeline для Явы, то есть со всеми пунктами, такими как здесь у меня указано, например, у меня есть сборка, у меня есть тесты и у меня есть publish, мы публикуем сайт и последним пунктом после публикации у меня запущена публикация артефактов, то что я рассказывал, что когда уже готов код, программисты говорят, все, Дима, наш код готов, можешь его заливать на сервер, так раньше и было в моей практике, но опять же каждый раз заходить на сервер, копировать, распаковывать этот сайт, оно монотонно неинтересная работа, а если вам нужно сделать таких вот шагов раз в пять в день, то вы просто устанете от этой монотонности и возненавидите весь мир, поэтому для всего этого существуют автоматизированные тулы, вот получается как раз закончил момент и не только шаг например по сборке именно на Visual Studio или через использование DotNet раннера какого-нибудь, можно также взять Docker контейнер и там сделать сборку, то что как раз очень популярно сейчас, мой Docker получается контейнер будет крутиться в ажуре после всех этих шагов, потому что там есть run сервис, build сервис, page сервис и publish artifacts, publish artifacts он именно в последнем моменте он будет Duckpack файл, это для SQL сервера база данных получается будет выпущена, то есть перед перед вот только что мы прошли по continuous integration теперь продолжим по continuous deployment то есть все шаги которые мы провели до этого по сборке получается мы получили артефакты наш сайт который мы хотим сейчас заставить работать с новыми изменениями кода он все еще не активен потому что тот шаг continuous integration назначал что мы только автоматизировали сборку то есть мы получаем ваш исходный код ваши артефакты но еще пока никуда это все не разворачиваем никуда это не выпускаем и опять же после шага continuous integration после шага сборки происходит следующий триггер по автоматическому тестированию если у вас конечно этот шаг есть может быть этого шага и не быть например мой шаг по автоматическим тестам закончился неуспешно я опять что-то должен поправить допустим поменялось имя сайта допустим какая-то глупая такая ошибка и все и нужно было все еще это поправить может быть что-то серьезнее может быть обновилась версия хрома и нам нужно обновить нагнет-пакет чтобы селением веб-драйвер тоже обновился в высшей версии то есть тоже много всяких может быть вариантов после того когда мы уже на этом моменте получили одобрение очень часто вот continuous deployment может быть с release gate можно так сказать с одобрением человека который будет отвечать например какой-нибудь там менеджер который скажет ага хорошо я вижу что все шаги прошли успешно выкатываем на продакшн и тогда уже это уже будет называться именно continuous deployment это уже будет непрерывное развертывание давайте покажу вам как это все выглядит опять же у меня идет опять пользуюсь я в ажуре теперь у меня уже пайплайнами теперь у меня релиз пайплайн этот шаг по выпуску на dev environment сейчас я покажу то вот если видно у меня есть всякие у меня есть три стадии конечно плохо видно сейчас dev qa in production то есть я выстроил такую цепочку что после релиза на dev если происходит все успешно оно должно пойти дальше публиковать мой сайт на qa если на qa закончится успешно и допустим на qa у меня есть еще следующий шаг по автоматистическому тестированию или просто хотя бы какой-нибудь смог веб-тест то дальше мы идем в production то есть сейчас запускается шаг релиза тут пауза нажать то есть смотрите используется получается триггер continuous deployment что означает этот триггер что каждый раз когда я сделал сборку то есть когда у меня случилась успешная сборка запускается все эти стадии по развертыванию моего кода и здесь как раз указано мои артефакты то есть вот дата 05 число была произведена сборка моего кода и дальше запускается установка на dev environment здесь в данном примере я использую как раз подход инфраструктура как код потому что моего сайта не существует у меня одна из стадий это будет развертывание кода по шаблонам которые я предварительно создал то есть сейчас в данный момент загружаются мои артефакты мои артефакты это не только исходный код но это еще какие-нибудь мои конфигурационные файлы мои инсталляционные какие-нибудь powershell скрипты какие-то штуки которые я хочу чтобы они попали в релиз и вот тут как раз в данный момент происходит запуск деплоймента в ажуре создается новая группа то есть с нуля сейчас создается развертывание полностью с нуля если мы пройдем то видно что ни одного ресурса еще не создано и вот происходит развертывание вот этот подход инфраструктура как код и я использую Microsoft и называть это ARM Azure ресурс менеджмент у меня есть получается темплейт которым у меня есть какие-то параметры и ресурсы указано создать три сервера SQL сервера создать план для хостинга создать сайт если сейчас раскроется и видно будет что у этого сайта будет еще два дополнительных слота то есть два дополнительных сайта production сайт dev сайт и staging сайт staging это QA по сути происходит создание то есть я тут вижу отчет и он пишет что вот идет развертывание я могу проследить за развертыванием развертывание у меня заняло пять минут три-шесть секунд с нуля создалось три SQL сервера для них создалось правило по подключению сайта к этой базе данных там же эти же базы данных тоже развернулась за эти же пять минут и за пять минут создались веб-аппликейшены закончился мой деплоймент но код еще пока еще не развернулся просто создалась инфраструктура просто создалось там допустим шесть серверов сейчас обновить то видно в данный момент как раз загружается на один из аппликейшенов то есть на деф загружается мой сайт это тоже заняло какое-то время и вот она уже говорит что успешно загружена загрузка заняла всего лишь минуту моего сайта то есть итого за примерно меньше чем за десять минут у меня создана с нуля инфраструктура для деф инваримента и сайт же там уже тоже размещен вот следующая стадия это развертывание на QA он не создает его с нуля он уже сайт просто загружает как артефакты загружает вместе с артефактами загружаются и мои же деплоймент скрипты конечно займет какое-то время и сейчас как раз момент когда он загрузит и развернет на этом же сайте то есть если сейчас зайти на деф-сайт то он не откроется но QA сайт еще не работает потому что там еще нет самого сайта вот так вот выглядит сайт это такая чисто репрезентативная штучка чтобы просто показать что у нас что-то там работает наш деф-сайт работает вот он вот как раз параметр который я передавал что деф я знаю точно что деф-энварь это работает как раз пока когда создался сайт но кода никакого не загружено то он говорит мне что разработчик твой код еще пока не загружен и Azure очень приколен в том плане что у него есть тесная интеграция опять же его со всеми сервисами у Microsoft с Azure DevOps то есть я могу теперь посмотреть что у меня есть получается репозитория он видит сайт видит что вот deployment center откуда случился build кто его создал и прошел прошел ли успешно как часто я туда деплоил сейчас сайт загрузится ну и вот вуаля сайт загрузился то есть вот это был последний шаг по continuous deployment когда в предыдущей стадии создание DevOps получается архитектуры то есть мы создали мы создали новых там 6 серверов мы получили output что они создались успешно мы развернули сайт сайт открылся мы получили ответ что сайт 200 что сайт все работает ура потом следующая стадия мы запустили развертывание на QA но QA прошел какой-то тест который сделал логины подтвердил да я смог залогиниться ура пошел дальше просто развертывание на production ну вот это все означает что мы прошли все эти стадии и это уже полностью у нас полностью настроенный continuous deployment и мне всегда как бы нравится эта картинка со слоном потому что никто никогда не понимает что такое DevOps и все пытаются как бы нащупать слона слепую в комнате в темной комнате нащупать слона и вот это действительно так оно и есть я очень сильно долго не понимал почему появилась вообще вакансия DevOps-инженер и тебе как систему инженера предлагают DevOps что DevOps DevOps это методология это культура ну это никак не вакансия и в нашем понимании сейчас вот мы говорим DevOps мы подразумеваем инженер или разработчик который понимает все практики который работал в команде которая делает очень частые выпуски моя команда делает 5 5 сборов в день и 3 релиза в день потому что очень много фич очень большая команда и очень большой программный продукт то есть без DevOps без автоматизации всего этого команда бы просто делали релизы там раз в полгода за счет того что это все происходит мы очень часто и очень быстро находим дефекты в коде мы конечно найдя дефект в коде не означает что мы его за этот же день починили нет но зато мы знаем что опа вот здесь в имплементации этой фичи у нас появился дефект и мы хотим его как-то исправить и мы это имеем в нашем дашборде так хотелось все-таки задаться вопросом что такое DevOps я считаю что DevOps это тесная работа в сотрудничестве с тем администратором бывшего который уже стал можно сказать чуть ближе к программистам который понимает потому что моя работа связана с тем что я целый день практически пишу какие-то скрипты которые будут запускать сборку для MS Build или для .NET Core DevOps обрабатывает струк-код не все конечно же проекты это могут сделать не все проекты можно создать с нуля за 10 минут развернуть на каком-нибудь AWS или Azure не все но это очень часто подразумевается что мы можем быстро создать свою среду в моей текущей команде мы создаем очень быстро можем создать сайты у нас есть готовые скрипты которые мы можем на любой сервер натравить так быстро подними установи меня из подними сайты и еще залей туда пожалуйста наши артефакты используют автоматизацию автоматизация это может быть как какие-нибудь скрипты которые это все делают которые допускают сборку или запускают развертывание а также это может быть какие-нибудь гуи как дженкинс как тим фонешн сервер как ажур дуб что я вам показал то есть очень много всего тот же самый гитхаб появился автоматизатор и вы можете уже настроить выкат автоматизацию вашего кода если вы пишите какой-то небольшой совсем код даже для вас уже есть возможность этим заниматься не нужно платить тысячи долларов чтобы получить эту тулу то есть сейчас действительно можно получить бесплатно очень много этих автоматизации штук которые поможут даже вам команде если у вас 5 человек это очень будет эффективно вы нажали комит у вас случилась сборка вы случился релиз и вы быстро увидели в течение получаться результаты вашей работы девопс это частые выпуски да это частые выпуски это как можно чаще комитить как можно чаще билдить и как можно чаще релизить ну девопс это выбор верных инструментов я сейчас думаю что это правильный момент когда приходит новый девопс инженер вашу команду или вообще у вас не было ничего вы должны правильно выбрать свой инструментарий куда вы будете например релизить вы будете релизить он премис то есть непосредственно какой-то сервер который будет храниться у заказчика как вы можете автоматизировать свой труд вы можете сказать блин это нужно коммитить туда на сервер куда-то там в америку ну все девопс нам не подходит нет неправда девопс можно даже в таком ключе развертывать я разворачивал я интегрировал Azure DevOps с он премис с билд агентами и с он премис сайтами то есть все можно интегрировать даже через подключение каких-нибудь клауд решений моё время уже закончилось так что вам большое спасибо что послушали субтитры субтитры